Всем добрый день! Мы продолжаем наш цикл передач о забросах. Сегодня будет тема забросы на водоемах без каких-либо помех. То есть это на платных водоемах. Эту тему будет озвучивать Евгений Лебедев. Он в этом деле мастер, поэтому будет интересно. Все остальные темы смотрите в описании под нашим видео. Задавайте вопросы, будем рады на них ответить. Всем привет! Я Евгений Лебедев, эксперт фирмы Акара. И сегодняшнее видео посвящается тем людям, которые только начинают свое движение в рыбалке. Я замечаю, что у новичков есть ощутимые проблемы именно в забросе приманки. Сейчас я как раз и покажу, как правильно выполнять заброс. То есть мы находимся на платном водоеме. Здесь не мешают ни деревья, ни кусты. В принципе, казалось бы, что проще, чем на открытом месте забросить приманку. Но оказывается, есть у людей проблемы. И сейчас хочу назвать самые основные две проблемы. Первая проблема – это когда при забросе человек отпускает шнур и спиннинг держит очень высоко. Соответственно, приманка у нас летит не вдаль, а летит ввысь. И, соответственно, у нас получается такой заброс вот такого характера. Бум! То есть вроде замах сильный. Отпускаем шнур, спиннинг держим вверх. И у нас приманка полетела в небо. И практически тут с нами рядом упала. Вторая ошибка – это наоборот, когда люди очень поздно отпускают пальцем шнур. И спиннинг, оказывается, смотрит прямо в воду. То есть, грубо говоря, делаем заброс, спиннинг опускается вниз, и у нас приманка прямо тут плюхается рядом с нами. То есть сейчас я покажу наглядно эти ошибки. Первая ошибка – это когда рыболов при забросе спиннинг держит вверх. Вот, и, соответственно, вроде я кинул ее куда-то высоко, и вот она буквально упала рядом со мной. Причем приманка летит неконтролируемо. То есть я ее запустил в небо, и я стою и жду, куда она, когда приземлится. Вот, это первая ошибка. Вторая ошибка – это когда при забросе рыболов поздно отпускает шнур пальцем. И получается вот такая история. То есть приманка, опять же, с силой плюхается рядом с рыбаком. Ну, а сейчас я покажу два заброса. То есть это на ближнюю дистанцию и на дальнюю дистанцию, как в идеале хотелось бы, чтобы вы научились бросать. А может быть, даже еще и лучше. Значит, сначала начнем с ближней дистанции. Когда не надо далеко забрасывать, и рыба стоит буквально здесь недалеко, как говорится, в ногах, можно забрасывать таким образом. Подмотали приманку к спиннингу, пальцем зажали шнур, дужку перекинули, и можно вот таким взмахом забрасывать приманку не особо далеко. То есть, соответственно, нужно постараться отпустить шнур с пальца именно в тот момент, когда вы делаете взмах, и спиннинг равняется параллельно воде. То есть, грубо говоря, вот. Он поравнялся, раз, и я забросил, и приманка довольно-таки улетела достаточно для ближней дистанции хорошо. А сейчас я покажу заброс на дальнюю дистанцию. Здесь тоже очень важно, чтобы при отпускании шнура пальцем спиннинг был не высоко, не ниже горизонта, а чуть-чуть выше горизонта. То есть, если вы видите перед собой, допустим, ориентировочно какую-то цель, да, ну, наметили, и вы хотите забросить как можно дальше, вы должны при забросе спиннинг нацелить прямо на эту цель, куда вы забрасываете чуть-чуть, ну, конкретно перед собой, и спиннинг чуть-чуть выше горизонта, чтобы приманка именно летела вдаль. Как пример, напротив меня стоит мужчина. Соответственно, я хочу кинуть перед собой как можно дальше. Я прицеливаюсь примерно на него, и при забросе я отпускаю шнур пальцем именно тогда, когда у меня будет спиннинг, находиться примерно вот в таком положении, чтобы моя приманка максимально улетела вдаль далеко. Не в высоту, не вниз, а именно вдаль. Ну, надеюсь, было видно. Смысл тоже, надеюсь, понятен. В общем, тренируйтесь, обучайтесь, забрасывайте, ловите. Больших вам трофеев и отличного настроения. Ну, а я еще, пожалуй, половлю форельку. Субтитры сделал DimaTorzok И, кстати, а более сложные забросы вам уже покажет Александр Воробьев уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok